Что гарантировано нам высшим законодательным документом Конституции Российской Федерации. Мы имеем право на чистый пункт, на зеленые наслаждения, наши дети имеют право гулять, не на стройплощадке. И мы имеем право спать в тишине, а не под крохот строителей новодека. Смотрите, зашли. Ваш спортивный пункт. Покажите, вырубили. Пойдемте, вырубили очень много. Здесь девчонки, отбой противоречия, на процессе подарка. Отжимает, гуляет в баскетбол. У нас здесь секретарь, понимаете? Я еще к тебе кишок потребовал. Все на площадках, они даже не подтянулись. Здесь и сам уже дома. Стоит на счет ряда. Культуру с моментом, повожу сказать, что есть федеральный закон, так называемый закон о тишине в Москве, который говорит о том, что нельзя в Москве шуметь в субботу, в воскресенье, в рабочие дни, с 9 до 7, в часу до 3. У новодека круглосуточное разрешение на круглосуточное. Вот, это в нарушении федерального закона. И сегодня независимо от того, шумные работы, не шумные. Шумные свои, заколачивают панили. Насколько я знаю, что ночные работы должны быть тихими. Они могут быть, но должны быть тихими. Обычно мы начнем работать, когда экстренные ситуации, когда прорывают что-то и начинаются. Уникальная ситуация каждую ночь. Первый января, 9 мая и в Пасху. Видно? То есть это не... Круглосуточное, особенно начинается сильно ночью. С пол второго до пол шестого утра. Такое ощущение, что молоток и кастрюлю бьют у тебя на джаз. Специально. Я не получила отписку. Кто-то из других соседей тоже получил отписку, что ведется расследование и так далее. Нет, я получила официальное письмо о том, что разрешение есть от правительства Москвы на круглосуточную стройку, независимо от выходных. Даже так? Да, то есть это все противоречит федеральному закона. Шмар какой-то. То есть люди вообще не вошли. А что вы от себя выдавали? А? А? Вот не помню, кто не будет звонить. Эти деревья они сегодня вырубили, да? Сегодня с утра. Один день вырубили. Оградили и за два часа просто срубили. ЧОП представители. Стояли рабочие человеки. Они это делают. А вот вы не были гуляли здесь? Конечно. Мы сегодня утром еще гуляли. На шести утра еще был вес. Да. А в шесть утра потом? Они быстро поставили забор. Быстро поставили забор. Где стоял человек из чопа. Такой высокий. Никого не пускал. Он был военный, конечно. Он говорил, что ну да, это наша работа. Мы вас понимаем. Ну вот это все происходило. Но все вот эти деревья, которым по 40-50 лет, все их вырубили? Вот этот шум, это минимум от того, что мы слышали. Ночью он более слышен. Ночью он более слышен. Он более слышен. И они делаются. Да, и они долго как будто специально работают на ночь. Там щит проходят. А здесь грунт уже проваливался. А здесь грунт уже проваливался? Ну вот, кстати, по полу то проваливался. Это кабельная линия, скорее всего. А когда они здесь проводили кабель, который в новой ветке метро, они рассказывали, что будет все хорошо. Не прошло и двух недель грунт проваливался. Мы потом вызывали. Они все это опять закатали. Азвальдом неизвестно, сколько это простоит. Писали письмо о том, что все технические требования, которые в прокладке этого высоковольтного кабеля нарушены. Да, у меня есть ответ о том, что все нарушения подверждены. Однако все равно его проложили. Сверху замотали асфальтиком. И все хорошо. Отчитались. Управли. Свои все сделали. А нарушения как были, так и остались. Изоляции никакой нет. Почему? Этот кабель проходит в арке. Пытались сломать наш подвал. У нас там еще статологическая поликлиника детская. В арке жилого дома кабель идет. От метро высоковольтный. Понимаете? Прокуратура вынесла решение о том, что они должны устранить нарушения. Мы не знаем, что это. Они устранили. Они вам еще один слой асфальт положили и все. Они замаскировали. Они нарушения не устранили. Мы имели в виду, что когда говорили устранить нарушения. Выкопать этот кабель и переложить его вдоль Ленинского проспекта. Они просто положили маскировочный слой асфальт. Мы тоже переживаем, никого не волнуйся. У нас в доме есть трещины. Они когда начали под арки копать, для них было откровением. Они уперлись в наш подвал. Они даже не посмотрели техническую документацию, что у дома есть подвал. Они не знали об этом. Это кто не там? Все, кто прокладывали кабель для прокладки и метро. Они запросили план коммуникации? Не знаю. Для них это было откровением. Потом они наращивали асфальт, чтобы запустить более-менее норму. Но они франуются. Так, так и было. Мы останавливали рабочие, стояли. Они договаривались с продуктом. Мы встречали, когда деревья вырубали у вас зимой. Да, да. Так что они продолжили работать? Вы знаете, что касается тех деревьев, вы не выяснили, что как мы тогда разрешили, чтобы быстро это создали. Мы никого не наказали. Вырубили. А уголовное дело не возбудили? Они по факту не будут. Получается, очень печальная ситуация происходит в Москве. Потому что для жителей, которые здесь живут, ситуация экологически ухудшается. Наши права нарушаются. А когда нарушают наши права, юридические лица нарушают установленные и принятые действующие законы, для них это все сходит. Вообще вот незаметно, спустя верхова. Потому что департаменты начинают отписки писать жителям. Что такое формальные совершенно отписки? По новотеку, да, департамент, который я писала, он сказал, да, мы провели замеру, но мне шума, да, он решает. Мы написали, что нужно принять меры в соответствии с кодексом административным о том, чтобы их оштрафовать. Отлично, только этот департамент не штрафует. Они передали это все в прокуратуру. Прокуратура имеет право оштрафовать. Да, это комариный укус. Один раз прокуратура оштрафовала наберное новотек, и теперь они все время на этот документ двугодичный, ссылаются, ссылаются. Нет, чтобы подрядчика оштрафовать. Вот один раз это было, и они теперь все время из ответа в ответ на это и ссылаются. Больше никто в уровень шума не приезжает, не замеряет. А вы не знаете, у них в планах вообще вырубить весь этот парк? Мы не знаем, потому что одно дело... Понимаете, какая ситуация? Потому что вроде бы его обустроили. Потому что происходит на самом деле. Вы знаете, как это абсурдно. Возможно, они хотят этот парк для себя. Они хотят построить и получать прибыль. От продажи квартир вот этих. И наш дом в покое никому не дает. Потому что это многоэтажный дом. Это точная застройка, только лежа. Представляете, если нас снести, признать дом аварийным, и поставить вот эти вот свечки. Какая была древняя? Вот это специально делается. Они не принимают во внимание наши протесты о том, что дом может поплыть, что фундамент, что здесь строить нельзя. Здесь с 64 года построен наш дом, и здесь нельзя было строить. Здесь подземная река. Здесь подземная река, здесь были плавуны. Здесь была геологическая экспертиза, которая была... Даже если по генплану посмотреть... В СССР еще утверждена, здесь нельзя было строить. А когда Новотека, его интересы коммерческие, бизнес-интересы, получение прибыли, пересеклили. С этим заключением дали свое заключение. Здесь строить можно. Соответственно, наш дом под угрозой. Куда нас будут вызывать? У нас уже трещина в третьем подъезде. Да. Когда спросили гостиницу СССР, пока трещина. Трещина не только в третьем подъезде. Еще вот над аркой. Вот эти вот жители, у них там тоже трещины. У нас плывут железные двери. Они устанавливали там несколько лет назад. Они вдруг перестали закрываться. Вызываем мастеров, они говорят, двери поехали. А вопрос, почему они поехали? Как может поехать дверь? Это значит, поехал в сундамент? Говорят, информационный счет там установили, может посадить. Пойдем посмотрим. Мы с утра не видели никакого информационного счета. Законы принимаются и действуют отдельно. Для всех, кроме новотека. Деньги в этом не поменяли. Вот это вот. Маленькая трещина с напором. Это неинтересованность. Здесь можно было оставить несколько рядов деревьев. Зачем так близко подходить к жилому дому? И кто увидит вот этот щит за этим забором? Щит должен был стоять для того, чтобы жители его видели. А кто туда полезет? Его заряданный машин не видно вообще. А где порубочный билет? У нас ничего нет. Мы с утра, как только услышали звуки пилы, бензопилы, стали звонить в полицию. И полиция приехала? Полиция приехала быстро. Она забрала представителей, строителей. И они стали разбираться. Я ей звонила несколько раз. Они говорят, мы ничего не можем остановить, пока мы разбираемся. Я говорю, пока вы разбираетесь, вырубите все. Которую сейчас. Но у полиции нет полномочия. Отсловите. Вырубить. Если на это безобразие дают распоряжение правительственному массу. То есть правительственному массу против жителей. Против того, чтобы жители жили и дышали свежим воздухом, так скажете? Да. Полицейский, с которым я разговаривала, он сказал, что все с облаком, в том числе с управой. Перечислил какие-то документы, я уже не помню, честно говоря. Ну, значит, документы на порубочные. Да, он сказал, что документы в порядке, вот как он сказал. Вы можете обратиться в нашу... А сотрудники управы, муниципальные депутаты здесь были? Я не обращалась к сотрудникам управы. Это другие активисты обращались к нас. ДПО должен давать. Или у них должно быть разрешение на строительство. Изначально, когда согласовывался план, шла речь об участке земли, вот Ленинский проспект владения 90-2, который принадлежал раньше, на котором стояла гостиница «Спорт». Но это кончается вон тем забором, где вот это все строится. Потом каким-то образом это все вот тихонько-тихонько захватили эту территорию. Мы были уверены, что... Да ужасно, потому что эти деревья сажали наша улица, та улица совместно. Я здесь живу, вот как родилась, с 64-го года. Территория гостиницы «Спорт» заканчивалась ближе к Ленинскому. Ближе к Ленинскому, да. Вот это на горке, они сейчас там все это выровняли, ближе к Ленинскому, да. Это, конечно, все очень печально. У нас здесь пели соловьи, у нас здесь были высокие деревья, которые мы дышали чистым воздухом, а теперь мы чем будем дышать? Вот еще одной вот этой стройкой, вот нам, жителям, улицы Удальцова и Кравченко, зачем подземный город на 2000 метров? Куда все эти выхлопные, все эти выхлопные будут? Нам в окна? Хотим узнать, как вы относитесь к Сергею Собянину, к мэру Москвы? Я отношусь, я за него, я голосовала против, я не согласовалась за него, потому что то, что происходит в Москве, мне не нравится. Мне не нравится, я не вижу ничего положительного. Вот лично для меня, как для жителей Москвы, я не вижу ничего положительного. Уважаемые зрители канала «Рупор Москвы», можете посмотреть, что происходит в Москве, уже какой день мы снимаем, беспредел происходит строительный. Беспредел, мы с 15-го года боремся, чтобы сохранить этот зеленый комплекс, и ничего у нас не получается, потому что кто такие жители Москвы и кто такое наши чиновники? Мы бессильны против наших чиновников, потому что чиновники это выше, чем федеральное законодательство, это выше, чем здравый смысл, это выше, чем здоровье жителей Москвы. Кто такие чиновники? Вот кто такие? Вот об этом надо задуматься. Они вообще действуют? В чьих интересах? Политика жителям сама приходит в одном. Да. Они живут, радуются, смотрят на деревья. У нас деревья были до седьмого этажа, до седьмого этажа, а теперь у нас все будет. «Карמו тебе, я так и чувствую, что здесь всё нет». Хотя буквально весной, месяца два назад, обугораживали эту территорию. Новые деревья высаживали. Там парк облагороженный. Пока что неизвестна история этого парка. Надеемся, получится отстоять его. Хотя как, неизвестно пока что. Есть жительница в этом доме. Да, Нина Воевода. У меня есть такой кассир. Да, да, да. А она, как себя чувствует? Она позывает все. Она очень нечастная. Нет, большая просьба. Мы все это сверили. Да, 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 давайте. Еще раз. Есть два важнейших направления. Одно без другого не работает. Вот просто народное возмущение без юридической поддержки бессмысленно. Оно упрется либо в ломании заборов всех пометут в полицию. Тоже депутат. Тоже депутат. Да. И один депутат не сделает с этим ничего. Только в случае, если есть поддержка, реальная поддержка соседних жителей. Когда несколько десятков, а лучше сотен человек в состоянии выйти и показать, сказать, что им это не все равно и они не уйдут, пока этот забор не будет снесен на абсолютно законных основаниях. Не хулиганским образом, а естественным образом. Поэтому два... Сейчас. Снесет. Прекрасным образом снесет. Поверьте. Еще раз говорю. На Кравченко 16 забора скоро не будет. Уже все понятно. Вот. К сожалению. К сожалению. Итак. Послушайте. Еще раз. В Екатеринбурге забора не оказалось. Через неделю после того, как его построили. Почему? Потому что туда вышло пять тысяч человек. А теперь, я прочитал... Вы зачем перебиваете? Подождите. Все нормально. Сейчас. Сейчас. Дискутируем. Нет. Можно я договорил три минуты? Сразу только насчет телевизора скажу. Теперь там выступили геи. И говорят. Там теперь будет сборище геев. Вам по телевизору выкиньте. Выкиньте телевизор. Вот это самый правильный совет. Пожалуйста. Так вот. Именно так. Пожалуйста. Можно я договорил две минуты простую мысль? Простую вещь. Еще раз. Все, что касается юридического сопровождения. Мы, как депутаты, сможем сделать. Мы найдем все разрешения на строительство. Мы найдем протоколы публичного слушания. Сделаем оценку. Так. Мы поймем. Я знаю, что с этим делать. Так. Мы много лет с этим сталкивались. Так. Я понимаю, как с этим быть. Так. А вот ваша задача, как соседи, самоорганизоваться. Горизонтальная. Горизонтальная связь. Вы должны знать. Вы должны собрать в какое-то единое общественное информационное пространство весь этот дом. Все соседние дома. Вы должны знать телефоны друг друга. Это должно быть там Facebook или какие-то чаты и так далее. Вы должны уметь быстро передавать друг другу информацию. И вы должны показывать, уметь показывать, что вы не уйдете от этого забора. Да. Что раз в неделю сюда надо собираться и обмениваться информацией, рассказывать, что будет происходить. К тому времени, когда мы поймем, что будет происходить с юридической точки зрения. Я вообще об этой проблеме узнал три часа назад. Так. Вот когда мы поймем, что будет происходить, когда мы сможем составить нормальное, большое, грамотное, коллективное обращение. Так. И будем его принимать здесь, на народных сходах. Очень хорошо. Так. И чем больше людей сюда выйдет, тем больше будет ответная реакция. Тем быстрее она наступит. Если придет три человека, не будет никакой реакции. Десять, пятнадцать, никто не обратит внимание. Придет сто, уже внимательно посмотрим. Когда придет триста, этот забор упадет сам. Поэтому первое, что вам надо сделать сейчас, обязательно записать телефоны друг друга. Так. Собрать всех в одно информационное пространство. Чаты. Значит, пожалуйста, чаты. Кто не в чате, ребята? О! Вот ровно этот вопрос еще раз. У меня нет в чате. Я только на Яндекс. У меня нет в вашем общем чате. Обязательно. Сдайте, возьмите телефон, войдите в чат. Да. Распечатайте QR-код этого чата. И повесьте в вашем лифте. Все дома. Еще раз. Все дома. Зайдите в соседний подъезд. Зайдите в соседний дом. Повесьте этот QR-код. Чат. Инициативная группа противников вырубка. Просто заходите. Ну, напишите. Вот. Еще раз. Как можно больше народу надо собрать в информационное пространство. Чтобы когда появится эта возможность, когда появится непосредственная необходимость для того, чтобы вы все вышли и показали, что вы здесь, вы могли быстро друг другу отвлечь. Вот это сейчас важнейшая деталь. Я могу. Они знают, когда начинать. Само собой. Знают. Знают, когда начинать. Поэтому сейчас четкий и совершенно план. Еще раз говорю. Мы здесь встречаемся через неделю все. Депутаты докладывают вам ситуацию о том, что они за это время нашли и сделали. Какая обстановка с вашими документами на землю, с ГПЗУ, разрешением на строительство, с историческими и так далее. С проектами. 22 мая вон оно там висит на щите. Только маленькая деталь. Не написано на щите, кто получил это разрешение на строительство. И всякий раз, когда вырубка начинается в 8 утра, как 22 июня в 4 утра на падение. Это означает всегда, что с документами что-то не так. Когда с документами все в порядке, они приносят сначала документы, всем показывают, потом публично громко ставят забор, только потом начинают строить. Когда происходят вот такие вещи, когда в 8 утра выходят бандиты с пилами и ЧОП стоит и не пускает людей. Это всегда без документов. Поэтому я это проходил много раз. Это два района. Правильно. Габаринский и Пулынского. Габаринский и Габаринский. Сейчас мы позвонили. Я вовлечу многих домов. Правильно. Значит надо использовать. Продавали в электронную приемную. Там начинается фрагмент. Правильно. Один департамент. У нас одну такую стройку остановили в течение 20 лет. Вот 20 лет люди боролись с теми способами, что называется на стадии котлована остановили, просто добились отмены проекта. Хотя для этого потребовалось добиться отмены постановления федерального строительства. То есть на стадии котлована остановили. Пошли на 5-7. Да. Дети уже что-то не делали. Это значит только слизу цельной. Главное повышение. Где сажаются? Мне непонятно, почему наши экологические права гарантируют. А что тут непонятно? Почему же 20 лет боролись с теми? За то, что нам подошли. За свежий воздух. За деревья. Понимаете, есть такая нехорошая народная поговорка, что охраняют, то и имеют. Они должны по должности на наши налоги за свою зарплату защищать нашу территорию и нашу среду. Они вместо этого ее крадут. Вот и все. Крадут. Метят наш минолог. Поэтому кроме нас самих никто не защитит в общем-то наши условия для жизни. Притом я говорю так, что если вот не останавливаются на этой границе, эта граница еще будет отобегаться, будет захвачена вообще вся эта полоса и так далее. Мы своими силами, силами жителей боремся, но бесполезно. Нет. Вот это вы не правы. Вот сцилет у вас еще не прошло. Вам еще есть что терять. Простите. Поэтому я считаю... Вы считаете, что мы должны жизнь положить на то, чтобы то, что нам положено, мы должны достаивать? А вам детей своих не жалко или внуки? Мне, например, жалко. Я считаю, что это не для себя. И нас самих не жалко. Мы дышали бортом. А теперь что? Мы будем дышать стройкой? Конечно. Нет выборов. Вы понимаете? Нам не оставляют возможности для спокойной, нормальной жизни. Ну не оставляют. Ну куда деваться? Выборы в сентябре. Да. Значит... Но сейчас... Понимаете... Я просто... Все пойдем... Когда мы уже начинали банально писать очень глупо в электронную приемную лови, у меня был опыт, что обращались в лови. Так что нельзя сказать, что это прям совсем... Вопрос количества обращений. Да. Да. В ближайшее время в чат повесят. Распространение... Оле не даст оврать. Я все время ей пересылаю свою переписку с правительством Москвы, со всеми департаментами. Футбол. Мало вас. Будем дышать больше. Вы понимаете... Бывает, что... Здесь очень корректно, очень умно, очень вежливо пишут нам, допустим, 20 человек. И на них уже плюют. А если вот вдруг напишут 120 человек, и просто вот, что называется, злобный текст, что вы достали, вот так нельзя, мы там вообще перекроем все улицы ближайшие, да? И тогда вдруг кто-то там пугается... А со злобным текстом мы тоже не можем обращаться. Мы должны корректно... Потому что вы уже примет какой-то документ, а то что они должны сделать, чтобы начали со злобным текстом обращаться? Нет. Нет. Я когда в него я сказала... Нет. 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 Если вы заканчивали Смольный институт, вы не можете нас по человеку изменить, я никак не могу с этого но, поверьте, если вдруг... В общем, какие нормативные документы и пункты нарушены, это уже, я называю, дерьмо. Понимаете? Он нарушает подбранные документы. Есть разница. А если, вы понимаете, очень корректно написать, то мы предельного мужчины. У нас дом просто вот урлит, и вы собираетесь перекрывать проспект. А при этом тут собрали муку. Это не петельницу? Нет. Это не один дом, не два дома. Это два района. Еще раз. Пока это не на этом пятачке, нет. Но поскольку идет прямой эфир, уже кто-то рассказывает. У нас уже что-то происходит. Это вот как из вертолфильма. Так вы сразу и сказали. Помните, да? Вот когда там с пенучинами хороуке фангука вы сказали. Вот так вы сразу и сказали, что вы не помещали. Да? Просто иногда об этом забывают. Это банально. В юридическом поле, а не криминально. Потому что это власть криминальная. А в первый раз об этом судят. Даже если я говорю, что нужно, возможно, поле предельное написать. Что жители предельно. Все, но здесь же особо. Как видите, я не предназначу ни одного, ну, никакого криминала. Ну, нет. Я не знаю, я не знаю. Это правда. Ну, что это не правда. Это не правда. Они думают, что по пресному это несколько деликатных людей, которые никуда не выйдут. Сейчас, кстати, вызвали полицию. Пусть они пищут в шашь для деревьев. А полиция была. Ну, полиция была, а ничего зафиксировали. Ничего, все правильно. Мы бороли, корпоратору их оштрафовала, но это не было количество. Сейчас знаешь, что нужно делать? По генплану города Москвы это рекреационная зона. Вот нужно ставить на кадастровый учет пруды, как рекреационку. Вот. А потом жители добиваться, да. Все вот эти зеленые зоны, которые в глазах у нормальных граждан, являются непрекосновенным этим фондом, глаза с нынешнего правительства Москвы являются пустырями. Это четверг, это омерзительно, но это правда. Поэтому если жители... Потому что у них в глазах одни евро. Конечно. Но кроме, вот там, где народ начинает бузить и говорить, что вот там вообще не позволим, там всех задушим, там всех снимем в должности и будем бороться до подобного конца, там они немножко, что называется, вот это сгруппают. А что скажете то, что на кадастровый учет есть ставить? Как правило. Словно надо ставить. Вы понимаете, любые действия, которые показываются, что народ заботится о территории готовых жизнью по росту, любые действия хороши. Вот у нас, например, все время идет очень большая суета вокруг паркового метро-университета. Мы тут видели такой немножко с полянцами. У них цирк. Да, да, да. Там, значит, несколько раз отбивали по будке строительства. И теперь, наверное, понятно, лучшая мера профилактика и просто непрерывная там какая-то суета вокруг этого парка. Вот за реставрацию ландшафтного дизайна, за что-то за обследование, за что-то за... Ну, короче, за устройку, короче, за... Показать, что мы об этом думаем. Что мы здесь как бы контролируем. Потому что не забыли, да? Еще раз, вы абсолютно правы. Следующий шаг, который надо делать, безусловно. Просто если сейчас этого не сделать, они дальше пойдут. Именно об этом еще раз. Составить грамотное обращение, так? О том, что мы требуем поставить это все на кадастровый на учет именно как природный комплекс. Вернуть ему прежние границы и так далее, так? Составить, составить. Еще раз. Это как раз просто. Так сложно. Секундочку. Еще раз. Никак иначе, как многократным повторением требования, требования не добиваются. Реализация невозможна, кроме многократного повторения. Минципалитета же пришел. Он говорит, я вас поддерживаю. А пусть поддержит. Пусть сделают. А поэтому минципалитета запросы в мэрию составим. Он нас поддерживает только на седа. И посмотрите. Придете. Мы напишем письмо, и на совет вынесем обязательно. Придете на этот совет 30 человек, и попробуют они, как говорится, не принять. Он же сказал, я за людей. Пусть за людей. Отделку слова, а не отсюда делку. Мы говорим о рекреационную зону. Почему они не написали заявление от Украины? Смотрите. Я была, как сейчас ваша Елена, да? Я была единственным безнависленным депутатом для народовского совета. Как мы делаем? Когда нужно было провести решение в пользу народа, вот народ вот не менее, чем вот в таком количестве присадил на заседание, и не беспокойтесь. Прекрасно. Да, только когда они у нас заседание делают? Раз в месяц обязательно. Пять часов. Вторая среда. Вторая среда. Вторая среда каждого месяца. Пять часов. Ой, господи, я не помню. В июне, да. Каждый месяц. Будет-будет в июне. Значит, вторая среда в пять часов. Если на праздник не попадает, надо посмотреть. Это самое простое. Я везде напишу. Собрать график и так далее. Мы придем к вам в гости. Мы внимательно посмотрим в глаза вашим депутатам, спросим, хорошо ли себя чувствуют, давно ли вы на территории. Прекрасно. Но, естественно, вы должны прийти. Это ваши депутаты. Не должны, чтобы за людей решали их же проблемы другими. Надо, чтобы люди решали эту проблему. Я вижу здесь людей, которые знают и хотят это решать. Нет вопросов. Сейчас очень важно, что вы здесь. Все получится. Все знают, что здесь. Вы приходите, нежно смотрите в глаза Шухарукову. И говорите. Александр Игоревич. И вы что, сейчас при нас не проголосовываете за народ? Вы против народа? У него рука сама поела. Притом должна предупредить, что в таких случаях заседания бывали и 7, и 8 часов к ряду, пока народ не доставлял все это голосовать. Ну и к тому же еще... Это же незаконный. И принял профессиональное решение. А там, кстати, даже нету подрядчиков на стенде. Мы даже не знаем, кто эти представители. Вы, то есть, с одной стороны, да, здесь? Естественно. А тут никого нет? Ну видите, все спилили и ушли. Там вот Чоповцы гуляли. Диалог, к сожалению, не получилось. Только вот трупы терялись. Я не вижу здесь. Нет, а что значит, что он сказал? Вы же полиция. Вы должны устанавливать запросы. Не, ну я понял, можно определили документы, не показали. Вот смотрите, у нас есть информационный щит. У нас строительные площадки размещенные. На этом щите не указано никакое юридическое лицо, которое ведет работу. Его нет просто. То есть, и при том, что ордер написан, да, номер есть. Номер есть, но не указан. А его бабать провела этот ордер? Бывает ордер на другой стороне. Это сейчас другая история. Значит, на этом щите информационном написано, что здесь остается живыми 183 деревьев. Вы зафиксируйте, пожалуйста, сколько здесь живых деревьев находится. Все заблуждения от полиции. Вызывается следственная оперативная группа. Раз. Фиктируется. Дознаватели разбираются. Давайте. По факту чего вы будете. По факту чего вы будете. А утром вы придете, извините, и тут вообще ничего не будет. Да. Нет, сейчас будем заниматься официальным заявлением. Та-да-да. Я про кадастров не знаю. Это тоже интересно увидеть так же, как и у вас. Я пытаюсь забраться в это. Давайте, значит, напишем заявление. Так, не помню. Я возьму. Давайте. У вас листочек есть? Ну, давайте сейчас напишем. Ну, вот как вы зафиксировали, написать мы напишем. Не, следственная оперативная группа будет фиксировать. Я визуально так все это делаю. А у них, наверное, два земли в рекреационной зоны. Так, кто со мной еще? Субрав, ваше. Нет, они приехали, когда они представители, которые разбирались. Спасибо.